Редкая врожденная аномалия костной ткани, характеризующаяся выраженным уплотнением костей, впервые была описана в 1904 году немецким хирургом Альбер Шенбергом. Кости при этом заболевания становятся плотными, тяжелыми. Срез пораженной кости представляет собой однородную гладкую поверхность, внешне напоминающую мрамор. Отсюда и второе наименование патологии – мраморная болезнь. Необходима своевременная профилактика и лечение осложнений – анемия, деформация скелета. Ученые пока не смогли разработать единую методику, которая бы избавила пациента от мраморной болезни. Поэтому лечение данного недуга считается крайне сложным. Дело в том, что из-за редкости остеопетроза материалов клинических наблюдений не хватает. Единственный шанс сохранить жизнь Динары – это трансплантация костного мозга, которую успешно проводят в Израиле. На данный момент у нас пока ребенок видит, но у нас уже атрофия частичная есть. Слышит, но слышит, бывает, что не откликается. Возможно, что-то уже со слухом начинает быть. Но нам как бы быстрее нужно сделать этот ЭКМ, чтобы сохранить слух, зрение. В возрасте трех месяцев родные Динары стали замечать у него набухание родничка. Стал падать гемоглобин, начались проблемы со зрением. Врачи поставили диагноз – внутричерепное давление. Но благодаря материнскому беспокойству семья добилась полного обследования Динара. К сожалению, при генетическом анализе диагноз подтвердился – остеопетроз. Непосиленная для семьи сумма – почти 20 миллионов рублей. Им настолько требуется на операцию и дальнейшую полугодовую реабилитацию. Перенец у нас умер тоже от такой же болезни, остеопетроз. Ему было год и три месяца. И теперь мы очень сильно переживаем, что обычно дети в этом возрасте, малыши, не доживают до трех лет. И мы очень переживаем, боимся, что наш второй мальчик тоже не доживет. И большая просьба к вам, наши дорогие честнопольцы – помогите нам, пожалуйста, в сборе денег. Сумма очень большая, неподъемная. Мы одни не справимся без вас. Помогите, пожалуйста, будьте с нами. Семья активно борется за жизнь Динара. Созданы всевозможные веб-страницы, группы в социальных сетях на самых различных порталах. Распечатаны и расклеены листовки с реквизитами банковских счетов и номерами мобильных телефонов членов семьи. В некоторых магазинах города поставлены специальные копилки. Помочь собрать необходимое количество денег может каждый. Новый день, новая надежда, новая победа. Именно с таким девизом семья Динара просыпается каждое утро.